Мы едем на отработку по план-заданию отдела по гражданству и миграции центрального РУВД города Минска. Так как у нас с 12 по 14 октября проходит операция нелегал, вот мы будем проверять иностранных граждан по месту их предполагаемого жительства. В 2010 году я закончила Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танко. Факультет у меня был русской филологии. После окончания университета работала в школе учителем русского языка и литературы. Всегда мечтала быть в милиции, служить. Родственники не очень поддерживали эту идею. Родители совсем не одобряли, говорили, зачем тебе это надо, подвергать себя опасности и тому подобное. Но проработав в школе два года, решила, что все-таки пойду к своей мечте, буду служить. Поступила на второе высшее образование, получила через два года его юридический факультет, БГУ закончила. Все, пришла в центральное РУВД, в группу кадров, сказала, я хочу у вас работать. Сотрудники меня тоже долго отговаривали, говорили, зачем тебе это надо, куда ты идешь, одумайся. Но нет, ходила упорно, почти каждый день. В итоге все, отправили меня на стажировку. Потом в центр первоначальной подготовки. Там была три месяца. И после подготовки пришла уже участковым инспектором в нашу РУВД центральную. Я не скажу, что я шла прям быть участковым инспектором. Я просто хотела в милицию. Люблю справедливость. Люблю, чтобы все было правильно по закону. В принципе, наверное, поэтому и шла. Бывают такие случаи, когда, например, отрабатываю жилой сектор. Я прихожу к людям, они вообще не верят, что я из милиции. Думаю, что мошенница какая-то пришла. Форма тоже им ни о чем не говорит. Спрашивают удостоверение. Некоторые могут позвонить в дежурную часть и спросить, на самом ли деле есть такой сотрудник. Но еще больше удивляются, конечно, когда узнают, что я их участковый инспектор. С одной стороны, мне с ними даже как-то проще общаться. Они видят девушку, сразу все становятся такие мягкие, доброжелательные, все время на позитиве. Так что, наверное, хорошо, что я из женщины участкового инспектора. Когда я шла только устраиваться в Центральное РУВД, наверное, я была в каких-то таких мечтах, фантазиях. Но, прибыв по месту несения службы своей, я поняла, что, наверное, не так я себе все ожидала. То есть, сразу окунулась в эту атмосферу. Участковым инспекторам было сложно. То есть, я не понимала вообще, к каким людям я иду, кто это такие. Шла, ничего не боясь. Коллеги говорили, куда ты одна идешь? Подожди, здесь одной нельзя выбывать. Например, отрабатывала по плану заданий каких-то поднадзорных лиц, которые состоят на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Лиц, за которыми может быть установлен превентивный надзор. В основном это лица, все, которые отбывали наказание. Но постепенно, с опытом, все как-то пришло. И, наверное, участковый инспектор – это прям мое. Я люблю ходить к гражданам, общаться с ними. У меня с ними получается общаться. Всегда на позитиве они видят это отношение к ним. И также ко мне нормально относятся. То есть, редко, когда бывают какие-то конфликты. Ну, даже и не припомню, может быть. В моей практике по нелегалу все всегда было хорошо. В основном все граждане имели вид на жительство действующий. Так что все нормально. Но я знаю, что бывали участковые, которые находили больше 10 человек по одному адресу. Задерживают, выясняют все обстоятельства и принимают какое-то законное решение, что с ними делать дальше. Первое время муж был категорически против того, что я иду в милицию. То есть, когда я еще работала в школе, не была замужем, муж поставил условие. Если ты идешь в милицию, значит, свадьбы не будет. Ну, он увидел, что я упрямая, что точно я сделаю то, что я хочу. Все, как-то согласился. Ну, да, беспокоился он. Ходил, встречал меня с работы. То есть, если куда-то нужно было подъехать, он меня возил везде. Участковые инспектора в основном работают во вторую смену. Заканчивается служба поздно, после 11. И он, да, возил меня. Везде, потому что боялся, что не вернусь домой. Мы же выезжаем на всякие семейные скандалы. Я больше успокаиваю заявительницу, например. Потому что чаще всего это женщины, у которых там мужья в состоянии алкогольного опьянения, набрасываются на них. То есть, с ними, да, мы сидим, разговариваем медленно, спокойно, чтобы это ее состояние как-то ликвидировать, так скажем. Ну, получается, мужа обычно задерживают, доставляют в центральное РУВД для дальнейшего разбирательства. Нет, ну что значит говорить «бьет» значит «любит». Мужчина вообще не должен бить. Любит он, не любит. Ну, это не мужчина, я считаю. Я всегда советую, ну, не то, что советую, не быть с таким мужчиной просто. Ну, зачем мужчина, который наносит какие-то удары. Всегда говорю женщине, что в первую очередь нужно уважать и любить себя. Чтобы это видели дети, если они есть. Потому что в семье, где есть дети, и они видят, как папа издевается над мамой, ну, это чаще всего уже будет неблагополучная какая-то семья. То есть, мама должна знать себе цену, уважать себя. С первого взгляда может показаться, что такая бесстрашная. Пришла в милицию, и все тут может. Нет, есть у меня одна, можно сказать так, фобия. Я до ужаса боюсь собак. Все визиты, где я слышу за дверью лай собаки, коллега становится всегда передо мной. Говорит, становись сзади, я знаю, что ты боишься. Поэтому я пойду первый. Бывает такое, что даже встречаю собаку на улице, когда иду по административному участку. Могу остановиться, просто стоять, ждать, пока она пройдет. Понимаю, что она мне ничего не сделает, но внутри что-то есть. Что-то там так щекотит, боязно. Так что надеюсь, когда-нибудь преодолею этот страх, но пока никак. Участковый инспектор – это такая разносторонняя личность. Много всяких задач. Есть, конечно, всякий план задания из других служб. Сейчас проходит операция «Нелегал». Участковые инспектора также задействованы в ней. Недавно совсем закончился СКМ «Арсенал». Это когда мы проверяли лиц, у кого есть оружие. Если нарушали законодательство, изымали это оружие. Так что скучать совсем не приходится. Каждый день много нового. И задач очень много. Но мы со всем справляемся. Владеем боевыми приемами борьбы, оружием. Муж не боится. Но сказал, я бы так не смог. Если вдруг мне попал бы в руки пистолет, я бы, не знаю, я бы его просто выбросил в сторону и убежал. У меня две дочери. Одной 8 лет, второй 4 года. Тяжело, конечно, совмещать и работу, и дом. Тем более, когда дети пошли в школу. Но я очень стараюсь. У меня это получается. Так что движемся в правильном направлении. Праздники провожу в основном на работе. Потому что мы работаем в Центральном районе. Праздников в Центральном районе очень много. В основном мы всегда несем службу. Ну, в семье к этому привыкли. Так что, если что, по скайпу поздравляем друг друга. С Новым годом, например. В 24.00 созваниваемся и поздравляем друг друга. Старшая дочь говорит, мама, я все понимаю, ты любишь свою работу. Но я такой никогда быть не хочу. То есть, я хочу работать мало, зарабатывать много. И быть постоянно дома. Я тоже хочу такую работу, как она. Нет, мне моя работа очень нравится. Я себя не представляю на каком-то другом месте. То есть, немножко я работала в школе. И уже почти 10 лет в милиции. И я прям на своем месте. Это все мое. Самое сложное в моей работе – это то, что не хватает 24 часа в суток. Все. Все остальное, в принципе, по силам. При желании все получается. Главное – желание, хотение. Ну, так да. Немножко не хватает времени. Самое приятное – это каждый день просыпаться и думать, все, я иду на свою любимую работу. У меня сейчас так. Нет такого, чтобы я думала, опять новый день и опять все то же самое. Нет. Мне все… На самом деле все нравится. Каждый день я встречаюсь с какими-то новыми людьми. Общаюсь с ними. Ну, это доставляет какие-то силы. Загадывать меня вообще ни о чем не буду. Главное, что сегодня у меня, в нашей стране все хорошо. Надеюсь, дальше все так и будет. Продолжение следует...